Добрый вечер! Экстренный выпуск новостей на Афонтово. В Покровке зарвался газ в многоквартирном трехэтажном доме. Погиб один человек, еще двое по предварительным данным пропали без вести. В результате взрыва обрушились перекрытия второго и третьего этажей в трех угловых квартирах. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. Скорее всего, под завалами еще остались люди. Трехэтажный частный дом принадлежит одному собственнику, но в этом здании около 30 квартир. Который собственник, вот этот как раз, он их сдавал в аренду. И сейчас на месте событий работает наша съемочная группа. И давайте посмотрим, что там происходит. Надеялись на включение Ольги Хохловой. Но как раз сейчас, по-моему, подошел кто-то из компетентных лиц и дает свои комментарии. В полиции постоянно ездит техника, скорая помощь. Только что приехал экскаватор, который будет разгребать завалы. На месте работают кинологи с собаками. Известно, что собака говорит о том, что под завалами еще могут находиться люди. Прямо сейчас их будут разгребать. Известно, что собственник сдавал эти 30 квартир в аренду. Частично квартиры были куплены. Мы только что общались с людьми, которые живут в этом доме. Одна из женщин рассказывает, что в этот момент, в момент взрыва, она находилась на работе. В 9.30 ее смена закончилась. Она должна была как раз таки вернуться домой. Ей позвонили, сказали, что квартиры больше нет. Квартира была на первом этаже. Сейчас она полностью под завалами. И, к счастью, женщина не пострадала. К счастью, она жива, живы. Ее дети. Сын находится в Юногорске. Дочь живет в другой квартире. Люди из соседнего дома, Кантагарская, опять говорят, что в момент взрыва находились дома. Собирались спать, пили чай. Услышали громкий хлопок. Из соседних домов повылетали окна. Люди хватали детей, буквально выпрыгивали, чтобы спастись. Потому что, ну, действительно никто не понимал, что происходит. Сейчас все цеплено. Людей не пускают. Все толпятся здесь, на улице. Мы будем следить за развитием событий. И вернемся к этой теме чуть позже. И мы продолжаем рассказывать о ЧП, о трагедии, которая случилась в Покровке. Там из-за взрыва газа обрушилась часть дома. И вот первый комментарий представителей МЧС. Друзья. В квартире на втором этаже трехэтажного плакоблочного дома произошел хлопок газа в Болонии. Разрушено 6 квартир. Частично повреждено 10 квартир. С места этого происшествия эвакуировано 12 человек, из них двое детей. Под завалами обнаружено тело одной погибшей женщины. Личность устанавливается. Работу спасателей осложняют нависшие строительные конструкции кровли. Из специализированной пожарно-спасательной части города Красноярска вышла тяжелая техника для того, чтобы сейчас эти конструкции убрать и продолжить поиск под завалами. К этой теме мы вернемся. В Покровке сейчас работают наши съемочные группы. И мы обязательно расскажем, как будут развиваться события. А пока продолжаем выпуск. Более 200 дольщиков реставрации обратились к президенту с просьбой решить их проблему. Уже полгода, как замерла стройка, никаких работ не ведется на 10 объектах. Люди отчаялись, не могут получить никакого ответа, как они утверждают от власти. И вот сегодня они решили написать письмо президенту. Екатерина Деревянко наблюдала за этим процессом. У кого ручку я брала? Еще никогда в приемной президента по краю не было так многолюдно. Обманутые дольщики реставрации оккупировали весь первый этаж. Очередь растянулась далеко за пределами здания. У семьи Пытько двое маленьких детей. В 2017 году супруги в ипотеку купили квартиру в микрорайоне Солнечный. Поначалу, рассказывает Марина, стройка шла быстро. Однако в сентябре прошлого года все остановилось. Живем сейчас с родителями, потому что никак снимать это. Деньги нужны снимать на жилье. Уютимся с родителями. Обратиться за помощью главе государства пришли более 200 человек. Всего же от действий недобросовестного застройщика пострадали полторы тысячи дольщиков. О сложной финансовой ситуации новое руководство компании «Реставрация» объявило осенью прошлого года. Тогда же на бывшее руководство завели уголовное дело. В декабре арбитражный суд признал застройщика банкротом. Недостроенными остались 10 многоквартирных домов. На контроль ситуацию взял Краевой Минстрой. Но, по словам дольщиков, уже 4 месяца результатов нет. Они отписываются, говорят, что работа ведется. В настоящее время рассматриваются в межведомственной комиссии какие-то вопросы. Но фактических действий никаких не предпринимается. Нет планов достройки, нет дорожных карт. Раз государство создало такую ситуацию, когда дольщики не защищены ни с какой стороны, я считаю, что государство обязано просто нам помогать в данном случае. Раз государство допустило, значит, оно должно исправлять свои ошибки. В Краевом министерстве правительства дольщиков успокаивают. Сегодня в ведомстве прошло очередное заседание по этому вопросу. Чиновники уверяют, все дома будут сданы. Сейчас специалисты определяют стоимость достройки по каждому объекту. Во-первых, что на федеральном уровне было сказано, то, что это действительно не будут краевые деньги. Раз по количеству. Безусловно, их будет ровно столько, сколько необходимо для достройки. Конкретный источник этих денег не определен. Когда мы получим документальное подтверждение, я думаю, что на сегодняшний момент этого и не надо, потому что единомоментное выделение таких сумм денег в принципе не надо. То есть это нужен просто ресурс, который будет использоваться по мере строительства. И не ранее, чем возникнет вот та экспертно подтвержденная сумма по каждому дому, сколько вообще требуется. В министерстве строительства также добавили, начать достройку проблемных домов реставрации чиновники ориентировочно планируют уже в середине лета. Екатерина Деревянко, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Снести кафе «Кантри» на проспекте Мира с таким требованием обратилась в суд прокуратура. Ранее ведомство проверило законность строительства двухэтажки на Мира-102 и оказалось, при возведении объекта нарушили земельное и противопожарное законодательство, а также нормы СанПин. Нарушение допустили и собственники, и администрации. По итогам проверки прокуроры подали иск в суд центрального района и требуют отозвать разрешение на строительство и обязать собственника снести здание и восстановить на этом месте брусчатку. Напомню, ранее строительством кафе заинтересовались и сотрудники Федеральной службы безопасности. Они провели проверку, и все нарушения зафиксировали и передали следователям. Не исключено, что будут заведены и уголовные дела. Новый пункт мониторинга воздуха установили в Свердловском районе. Вагончик, который будет делать замеры, появился сегодня около районной администрации на 60 лет октября. Известно, что стоит такая лаборатория 25 миллионов рублей. Купила ее частная компания и передала Министерству экологии и рационального природопользования. Такой же пункт оборудуют еще на улице Котовского. Это Кировский район. И чиновники говорят, что комплексы такие позволят улучшить качество экологических исследований. Теперь таких пунктов в городе 11. Напомню, совсем недавно в Красноярске был 5 дней, продержался режим черного неба. Весной, как правило, режим НМУ становится чаще. Ну и посмотрим, как изменится качество исследований с вот этим новым оборудованием. Покажем все это в новостях Афонтова. 65 новых автомобилей получила Красноярская скорая помощь. Это значительно позволит обновить автопарк. Всего 95 машин. Но даже и новые машины могут, конечно же, встать в пробку и задержаться. И именно на такой случай медики предлагают не беспокоиться, потому что теперь есть два совершенно новых вертолета. Их купили специально для универсиады. И сегодня один из них прилетел на срочный вызов в Бобровый лог. Это были учения. И медики тренировались правильно госпитализировать пациентов. На уничтениях побывала наша съемочная группа. Давайте посмотрим. Сюжет о том, как работает санавиация, но покажем, видимо, чуть позже. Показываем прямо сейчас. Смотрим. Вместо сирены маячков шум разрезающего воздух винта. Этот звук говорит о том, что помощь уже близко. По легенде, спортсмен на соревнованиях получил травму. Его нужно срочно госпитализировать. Машина скорой помощи может попасть в пробку. И врачи потеряют много времени. На вертолете транспортировка займет минуты. Вертолет, если забирает пациента, например, с Бобрового лога или с сопки, будет отсутствовать около 20 минут. То есть этого времени будет достаточно для того, взять пациента с объекта универсиады, довести его до краевой клинической больницы. Там безопасно его передать в руки докторов больницы и вернуться обратно на объект. Один такой еврокоптер будет дежурить в Бобровом логу, в другой на сопке. Вертолеты на отдаленных от города объектах – это международное требование ФИСУ. С такой техникой наши медики еще не работали. И сейчас тренируются, чтобы на универсиаде все действия были отлажены. Мы поднимаем и ногами туда его заходим. Либо же второй вариант. Мы его ставим на землю. Здесь у нас будут носилки, которые пополам складываются. Мы под него подкладываем эти носилки с двух сторон, цепляем ремнями и туда заносим. Тут надо сразу понимать, что помимо вертолета на объектах дежурит и скорая помощь, и реанимационная бригада, и бригада класса Б, врачебная бригада. И в зависимости от состояния и необходимого пациенту оказания помощи, собственно говоря, принимается выбор. Нет клиентской группы. Конечно, безусловно, наибольший риск есть у спортсменов, у тех, кто находится на трассе. Наибольший риск. Но если, не дай бог, с кем-то приключилась беда, которая потребует вот такого способа, то пациент, он всегда пациент. Здоровье человека, приучающийся. Новенькие еврокоптеры после универсиада усилят существующий флот санавиации. Такие вертолеты гораздо быстрее и проворнее тяжелых Ми-8. Антон Шевчук, Андрей Ткачуков, Антова Новости. Возвращаемся к главной новости. Буквально последних двух часов в Покровке взорвался газ в многоквартирном трехэтажном доме. Погиб один человек. Еще двое, по предварительным данным, пропали без вести. В результате взрыва обрушились перекрытия второго и третьего этажей в трех угловых квартирах. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. Скорее всего, под завалами еще остались люди. Трехэтажный частный дом принадлежит одному собственнику, но в нем порядка 30 квартир, который этот собственник сдавал в аренду. И сейчас на связи находится моя коллега Ольга Хохлова. Она дежурит сейчас там, в Покровке. Оля, рассказывай, что удалось узнать еще. Задержка, потому что... Так, да, мы сейчас находимся в Покровке. Здесь, на Кандагарской 3, сегодня в районе 9.30 вечера прогремел взрыв. Предварительная причина – это взрыв газа. Следователи подозревают, что здесь все-таки был газовый баллон, хотя известно, что этот дом отапливается от печей. Это дом на 30 квартир. Собственник сдавал их в аренду. Некоторые квартиры были куплены. Вот отсюда не видно, поскольку сейчас оцепление к дому, никого не пускают. Известно, что обрушился один подъезд. Здесь три этажа. Под завалами погибла одна женщина, 12 человек пострадали. Сейчас все они госпитализированы. Двое из них дети. Работают кинологи с собаками. Есть большая вероятность, что под завалами еще остаются люди. Известно, что люди, которые живут в этом доме, только сейчас, как раз, ближе к 10 вечера, стали возвращаться с работы. И только здесь уже увидели, что случилось. К счастью, не пострадали. К счастью, были не дома. Вот одна женщина рассказывала, что когда приехала, уже здесь на месте, увидела, что случилось. Дети ее тоже были не дома. Вся квартира, квартира ее на первом этаже. Вся она сейчас под завалами. Подходят и другие собственники. Вот попросили сотрудников МЧС достать из квартиры, которая не пострадала, собаку. Поднялись, достали собаку. Работы еще идут полным ходом. Скорее всего, будут идти всю ночь. Слишком много еще вопросов в этой истории. Мы вернемся в эфир чуть позже и расскажем еще подробности. Сейчас прервемся на короткий блок рекламы. Продолжим выпуск и продолжим следить за ситуацией в Покровке. И мы возвращаемся к ситуации в Покровке. Прямо сейчас вот мы видим за моей спиной первые комментарии дают. Давайте послушаем и без моего введения. Причинение смерти по неосторожности. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Собак, кинологическая, которая на данный момент указывает на то, что под завалами могут быть еще люди. Количество пострадавших и погибших на данный момент устанавливается. Мы сейчас это все устанавливаем. Предположительно, был хлопок газа, но это предварительная информация. Более точные сведения будут позднее. Также в настоящее время устанавливается личность и местонахождение собственника здания. Также уже понятно, что это многоквартирный частный живой дом, в котором было порядка 30 квартир. Законность постройки данного сооружения в настоящее время также будут устанавливаться следователи. Продолжаем следить за ситуацией в Покровке. Как вы понимаете, не все так однозначно. И вот сейчас ищут, как сказал представитель Следственного комитета, ищут собственника этого дома и выясняют все подробности. И хлопок газа это одна из версий. Возможно, что версии появятся новые. В любом случае, наша съемочная группа там дежурит. И давайте пока к другим темам. Семь дней. Именно столько осталось у красноярцев, чтобы аккредитовать автомобили для проезда в зону безопасности объектов универсиаду. В эту так называемую зону безопасности попали ведь целые жилые районы. И с 21 февраля по 14 марта все, у кого нет документов, проехать не смогут. И ругаться тогда будет бесполезно. И Клавдий Стельмахович сегодня отправился и записал целую видеоинструкцию, как оформить аккредитацию. Улица Биатлонная. Еще сейчас по ней автомобили ходят. Но уже с 21 февраля движение здесь будет ограничено. Это периметр безопасности объекта универсиады. В Октябрьском районе таких домов, которые попадают в периметры безопасности, аж 250. И жителям каждого из них необходимо оформить пропуска на свои автомобили. Тот, кто пропуска не оформит, будет ходить пешком. Но таковы требования безопасности. Ни одна неизвестная машина на пушечный выстрел не должна быть допущена к спортивным объектам. А потому пропуски придется делать второй раз. Пожимает плечами в мэрии. Аккредитация на тестовые соревнования это аккредитация на тестовые соревнования. А к универсиаде надо будет подготовиться отдельно, конечно. И для этого, как мы говорили, обратиться в администрацию. Такой же пакет документов, да? Все так же? Да, все так же, абсолютно. Для того, чтобы оформить пропуск, вам необходимо пройти в вашу районную администрацию и взять с собой небольшой пакет документов. Это документы на ваш автомобиль, водительское удостоверение, страховка вашей машины, доверенность, если вы ездите по доверенности, и свидетельство о регистрации транспортного средства, так называемый СТС. Также вам обязательно нужен паспорт, в котором у вас есть регистрация по месту жительства или пребывания. Пропуск вам должны оформить сразу по обращению. В администрациях работают целые отделы специалистов, которые этим занимаются. Обо всех нюансах аккредитации можно узнать в районных администрациях по телефонам горячей линии. Коммерческим организациям, например, необходимо оформить только служебный транспорт. Личные автомобили сотрудников аккредитовывать не будут. Обратите внимание, для каждого района телефон свой. Универсиадный пропуск будет отличаться от тех, что были на тестовых соревнованиях, но у него также сохраняется голограмма, номер автомобиля, который на видном месте. И размещаться он должен, как показано в памятке с обратной стороны в левом верхнем углу. Клавдий Стримахович, Евгений Иванов, Афонтова, новости. Проблем со связью во время универсиады не будет. Компания Мегафон завершает установку оборудования, которое позволит пользоваться интернетом на самой высокой скорости. Например, в Кристалл-арене специалисты компании создали уникальную систему, в которую смогут подключиться и другие операторы. В самом комплексе установлено 100 антенн, а мощность базовой станции в три раза больше обычной городской. Всего же на спортивных объектах и маршрутах универсиады появится более 40 новых базовых станций. И плюс еще 20 существующих модернизировали. Кроме того, в городе будет работать четыре передвижных комплекса сотовой связи. Они обеспечат труднодоступные места, такие, например, как кластер Сопка и заповедник Столбы. Также оператор за последний год в полтора раза увеличил объем 4G-сети в целом на территории Красноярска, чтобы подготовить свою инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Хотелось бы, чтобы после завершения универсиады эти потрясающие спортивные объекты не только остались нам в наследство, но и вся инфраструктура современная, в том числе и сотовая связь. Кроме того, в этом году мы начали проект и закончили построительство волоконно-оптической линии связи, которая будет обеспечивать покрытие в новом терминале аэропорта Красноярска, что позволит обеспечить качественной связью спортсменов и гостей нашего города. Поэтому мы уверены, что универсиада пройдет у нас в городе на высокой скорости. Городские автобусы проверили на чистоту. Рейд прошел в Свердловском районе на конечной остановке ЛДК. За 20 минут специалисты Департамента транспорта проверили 6 машин. Это 95, 52, 23 и 98 маршруты. И именно на их санитарное состояние, как уверяют специалисты, пассажиры жалуются чаще всего. Чиновники осмотрели внешний вид и салон автобусов. Проверили, исправны ли сидения, актуальна ли информация для людей, есть ли специальные молотки и огнетушители. Особое внимание уделили выдвижной аппарели для маломобильных граждан. В итоге только у одного автобуса аппарель не смогла опуститься, она примерзла. В двух автобусах обнаружили пыль и потертые сидения. И также были замечания к внешнему виду. В частности, у одной машины была обшарпанная краска. Водителям предписали нарушение устранить. Если этого не произойдет, то перевозчикам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Работа по этому вопросу по контролю за состоянием транспортных средств ведется постоянно. У нас есть служба контроля, которая обязана это делать, выполнять. Сегодня мы посмотрели, в сущности, 10 часов утра, начало 11-го. Автобусы уже работают в 6 часов на линии. И видно, что автобусы все-таки вышли в линию мытые, чистые, готовые к эксплуатации. Есть, конечно, недостатки, которые мы проверили. В течение дня мы берем на контроль то, что мы проверили. И постараемся их сегодня уже посмотреть. Если не получится сегодня, то есть завтра мы в любом случае устранение этих недостатков мы отследим. И мы возвращаемся к ситуации. Да, я вот смотрю на видеокадры. Очевидец сейчас того, что произошло в Покровке. Давайте слушать. Вот открывали, стали плохо смотреть. И потом уже увидели, что подъезжают скорые по нашу улицу, проезжают. То есть пришли сюда посмотреть, что случилось. Было страшно. Есть время потянуть. Есть время потянуть. Есть время потянуть. Есть время потянуть. То есть понимали, что срочно были у себя самого офицера. И было страшно. Ну что, мы сами живем в таком доме, в таком доме. Ну понятно было, что это где-то рядом произошло. И по ощущению, именно предложение было в этом году. Где-то очень рядом. Но когда мы позвонили родственников, никто ничего не почувствовал, что это здесь. Вы слышали, то есть как-то здесь. Прямо живут. Скажите, пожалуйста, прямой эфир на Афонтово в данную минуту, скажите, где вы были в момент взрыва? Мы были дома у себя. Мы живем в 300 метрах отсюда, от Кузька, вон, по диагонали. Мне Роман зовут. Что вы услышали, когда вы были дома? Мы услышали сильный взрыв, который такой прям дом, маленько даже, может быть, кочнулся. То есть именно был взрыв. Мы испугались, стали плохо смотреть, стали знакомым звонить, потому что было страшно. Что вы в этот момент делали, может быть, дети спали? Детей укладывали спать. Но после такого взрыва мы как-то маленько напряглись, какая-то паника появилась. И сейчас мы решили дойти до сюда, может быть, помочь чем-то. У вас все в порядке? Окна не выбило? Все в порядке. Далеко живет. Мы в 300 метрах отсюда живем. То есть маленько сборки. Как вас зовут еще, скажите? Меня зовут Вера. Фамилия ваша? А зачем моя фамилия? Спасибо большое. Я добавлю, что следователи сказали о том, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Я напомню, что сегодня в районе 9.30 вечера взорвался газовый баллон по Алису в покровке. «Кандагарская-3». Предварительная версия, что это взрыв газа. Известно, что здесь 30 квартир. Все они отапливаются печами. Дом не был газифицирован. Сейчас под завалами могут находиться люди. Здесь работают кинологи с собаками. Пригнали экскаватор, который будет разгребать завалы. Одна женщина погибла. 12 человек пострадали. Двое из них – это несовершеннолетние дети. Все они сейчас госпитализированы. О других подробностях нам обещали рассказать чуть позже. Добавлю, что буквально несколько минут назад сюда на место приехал председатель правительства Юрий Лапшин. Будет ли оказана какая-то помощь пострадавшим или нет, узнаем уже завтра, Оля. Я, конечно, благодарна нашей Ольге Хохловой. Она сейчас дежурит в покровке и рассказывает последние подробности. Как вы слышали, очевидцы произошедшего, которые живут в соседнем доме, говорят именно о том, что произошел хлопок. То есть, все-таки, возможно, речь идет о том, что это был взрыв газа. Об этой теме мы, конечно же, за ней будем следить. Будем смотреть, как развиваются события. А пока все-таки о других темах сегодняшнего дня и куда более позитивных. 4 тысячи, более 4 тысячи подарков приготовили всем краем для гостей спортсменов универсиады. И сегодня наша Клавдия Стельмахович посмотрела, какими подарками будут радовать тех, кто приедет побеждать и смотреть на то, как происходят эти победы. У студентки Алины горячая страда. Девушка сдает экзамены, но, несмотря на большую академическую нагрузку, третья курсница нашла время показать, как пользоваться ее календарем. Правильную цифру еще нужно отыскать. Вместе с одногруппниками они изготовили их пять штук. И все в подарок. Хотелось бы, конечно, чтобы делегаться из России нашим спортсменам, потому что мы все-таки болеем за нашу страну. Ну, а по виду спорта я люблю хоккей, наверное, чтобы хоккеистам. Кому не пить хоккеистов. Людей, которые своими руками полтора года готовили подарки спортсменам и тренерам, по всему краю набралось почти 4,5 тысячи. Пенсионеры вязали теплые шапки и игрушки. Школьники и воспитанники детских садов усердно выводили акварелью вида Красноярска. Премесленники творили из дерева и бересты, кожи, фетра, войлока. В андероле с пометкой подарок для универсиады приходили и из Северо-Енисейска, и из Боготола, и даже Санкт-Петербурга. Подарки совершенно разные, и дарить их будут, исходя из того, кому они проназначаются. Например, вот этот вот симпатичный хоккеист, скорее всего, достанется игрокам национальной сборной по хоккею. Ну, а вот сноубордист из полимерной глины попадет в руки делегации, у которой есть сноубордисты. Кстати, спортсмены тоже могут сказать спасибо. Им достанутся вот такие открытки, на которых можно будет изложить все свои благодарности в письменном виде. На каждую игрушку крепят бирку с именем дарителя и его электронной почтой. Расчувствовавшиеся спортсмены при желании смогут лично написать трогательное послание. Мы решили вручать эти подарки на приветственных церемониях, которые будут проходить в деревне. Проходить они будут с 24 числа, и там уже в конце приветственной церемонии будут рассказывать про этот проект, и жители Красноярска будут вручать их. Вот эта синяя собака оказалась слишком большой и хрупкой, поэтому ее отправят в музей ФИСУ. Подарки всем миром для участников студенческих игр приготовили впервые. В Красноярске зародилась новая универсиадная традиция. Лавдий Сельмахович, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. И главное событие сегодняшнего дня, увы, трагическое. В Покровке обрушился дом, возможно, это был взрыв газа. Один человек погиб, 12 человек эвакуировали. Это многоквартирник. Там дежурит наша съемочная группа. Будем следить за новостями из Покровки, а вы следите за нашим эфиром. Завтра расскажем все подробности. Спасибо вам.